А затем рефери спас его фейковой остановкой, и они будут драться ни с кем, кроме Марти Фейк Ньюсмана. И они должны организовать это в Вегасе, потому что знают, что в прошлый раз облажались, заявил Ковингтон. Многие со мной согласятся, что в том поединке Усман надрал ему задницу. Если Ковингтон не собирается драться ни с кем, кроме Камару Усмана, который проведет в июле поединок против Хорхема Свидаля, то Ковингтону придется подождать. Что касается поединка с 50-сентом, после того, как рэпер высмеял Ковингтона за его поражение Усману, тот хочет спросить с него за слова. «Я собираюсь привязать одну руку за спиной и драться с 50-сентом. Я поставлю на Канадин миллион долларов своих собственных денег, а все выигранные деньги я отдам на пожертвование солдатам», — заявил Колби Ковингтон. Федор Емельяненко высказался Хабибе Нурмагомедове. Давайте послушаем. «Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами», — заявил Емельяненко в интервью ТАСС. «Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он наголову выше своих оппонентов», — рассказывает Федор. Что касается сильных и слабых сторон Хабиба, слова Федора. Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног, а так все остальное он делает правильно. По словам Федора Емельяненко, Хабибу нужно улучшить ударную технику. При этом Емельяненко считает неправильным, когда фанаты начинают сравнивать его достижения с достижениями Нурмагомедова. И что касается тренировок Хабиба, этим он как раз и занимается, тренирует ударку. На видео видно, как он тренит боксерскую технику. И вот в этом видео написано, раскидался после спаррингов, шаг за шагом движемся к цели, стабильность сильнее всех остальных качеств. Боксерская техника после спарринга, шаг за шагом, — написал Хабиб под видео. Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сравнение с Федором Емельяненко вот такими словами. «Я думаю, несправедливо нас сравнивать, потому что мы выступали в разных эпохах», — заявляет Хабиб на пресс-конференции в Махачкале. «Думаю, будет неправильно сравнивать, но мы оба достигли больших успехов, и Федор, и я. Но я бы его поставил на первое место, и не потому, что я типа скромничаю. На самом деле он проложил очень большой путь», — это слова Хабиба. Что касается побед, Хабиб интересно и правильно сказал. «Федор начал в 2000 году, а у нас уже 2020 год, мы на двоих больше 20 лет не проигрывали, и я думаю, что мы оба внесли большой вклад в развитие ММА». Хабибу 18 апреля предстоит поединок с Фергюсоном, и он надеется, что этот бой не будет отменен в пятый раз. «Отменится ли на этот раз бой с Фергюсоном? Время покажет. Это жесткий вид спорта, но надеюсь, что ничего не отменится. Бой с Тони — очень важный бой для моей карьеры, для моего наследия», — заявил Хабиб. Друзья, можете, кстати, получить приятный бонус по этому промокоду. «О поединке сына», — говорит. Он объяснил, что сумма в 100 миллионов долларов за реванш с Коннором, озвученная им в одном из недавних интервью, уже не является предельной. «Думаю, я слишком мало сказал. Потолок уже другой. В суммах и деньгах цифры не озвучиваю». Что касается UFC 249 и поединка Хабиб Фергюсон, «У Фергюсона шансов нет и не было», — заявляет Нурмагомедов-старший в интервью Игорю Лазорину. А дальше следует мощное заявление Абдулманапа. «Это самый большой в истории бой UFC. Этим сказано многое. Ну и, конечно, Фергюсон — это тот боец, на котором мы в этом дивизионе поставим точку. Мы обошли всех в первой десятке». Абдулманап Нурмагомедов отмерил время в большом спорте для своего сына, и, по его словам, Хабиб должен заканчивать карьеру максимум через три боя. Два — нормально. Друзья, по поводу книги Хабиба. Помните, я обещал озвучку, и вы спрашивали меня, когда она появится? Всему свое время, дождитесь. Работа идет, и мы согласовали нюансы с авторами книги, так что скоро будет жарко. Следите за новостями у меня в Instagram «Голос ММА». А на этом все. Увидимся в следующем выпуске. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok